Федеральный канцлер Олаф Шольц заявил, что льготный билет последователь полюбившегося проездного за 9 евро на общественном транспорте будет реализован. В рамках третьего пакета мер коллекционное правительство планирует выделить 1,5 млрд евро в год на финансирование льготного проездного на общественном транспорте, действующего по всей Германии. Вторая половина бюджета должна быть субсидирована из казны федеральных земель. Цель – введение проездного по цене от 49 до 69 евро в месяц. 18 евро именно на эту сумму будет повышено пособие на первого и второго ребенка, а в результате резкой критики и на третьего. Федеральный министр по делам семьи Лиза Пауз заявила, что с января на детей будет выплачиваться по 237 евро в месяц. Цены на жилье в немецких студенческих общежитиях выросли значительно по сравнению с прошлым годом. Средняя цена за проживание в общей комнате сейчас составляет около 435 евро в месяц. Самые высокие цены оказались в общежитиях университетского района Мюнхена. Здесь за комнату просят в среднем 700 евро, хотя в прошлом году еще было 620 евро. Дешевле всего студенты могут арендовать комнату в общежитиях восточных федеральных земель. К другим темам. Франконские мясники выиграли чемпионат мира в США. Суть чемпионата – за три с половиной часа участники должны мастерски подготовить половину туши коровы, половину свиньи, целого ягненка и пять цыплят. Правильно их нарезать и выложить на прилавок. В результате жюри оценивает чистоту обвалки мяса, вкус отдельных продуктов и творческую подачу.